И снова вас приветствую, дорогие девочки и мальчики, друзья, товарищи! Сегодня вторая часть сахарниц, которую я вам обещала показать. Так, ладно, начнём с любимой мануфактуры, то есть у нас, как говорят, завод. Вот, многим он нравится, этот завод, многие сейчас узнают сразу по форме эту сахарницу. Ну, например, лично я продукцию этого завода уже сразу узнаю. Смотрите, какая, какие изящные ручки, какая форма изящная, крышечка, смотрите, просто прелесть. Вот, нравится мне изделие этого завода, тоже сейчас очень полюбила я посуду этого завода. Деколь прекраснейшая. Так, ну-ка посмотрим. С двух сторон деколь. Так, ну форма очень интересная. И посмотрим клеймо. И это наша знаменитая Рига. Второй сорт. Вот такое известное клеймо. Вот такая прелестная сахарница. Крышечка очень интересная. Так, дальше пойдём. Здесь поменьше, по-моему, сахарниц. Крышечка неродная, сразу предупреждаю. Позолота прекрасная. Деколь довольно красивая, тоже с обеих сторон. Розочка, по-моему. И посмотрим клеймо. Ну, это наш Прокопьевский фарфоровый завод. Оленёнок. Ну, я называю оленёнком. Может быть, и олень. Который тоже очень часто у меня попадается. Ну, с крышкой смотрится более лучше. Так. Вот такая простенькая сахарница с маками. Деколь тоже красивая. Тоже с обеих сторон. Крышечка родная. Позолота здесь нет, так как это уже посуда конца 80-х, начала 90-х. Ну, я так думаю, потому что я везде смотрела это клеймо, когда же всё-таки создали это объединение коралл и так и не нашла. Вот, смотрите, клеймо полонное. Как вы, я уже сто раз говорила, с доубыш, они создавали или до сих пор это существует, объединение коралл. А что, миленькая сахарница. Не такая большая. Так. Ну, поменьше этих всех. Мне нравится лично. Так, так же вот ещё с такой же, можно сказать, серии с романтической сценой, как многие говорят. Крышечка точно такая. Тоже деколь с двух сторон. И, по-моему, такое же клеймо, если я не ошибаюсь. Это сахарница уже с ручками. Тогда вот такое же клеймо, второй сорт, полонная коралл. Клеймо очень чёткое. Как говорится, они тоже уже скоро будут старушками. Время быстро летит. Так, вот моя сахарница, которую я из города в прошлом году привезла. Старенькая. Я думала, что это ручная роспись. Не, ну, листочки точно ручная роспись. Но вот это позолото, это, по-моему, я потом, как поняла, все говорят, что это деколь такая. Или трафарет. Так, крышка, я думаю, что родная. Так, так я её нашла на заброшенной даче в городе. Тогда я не сказала, где. Она, правда, со скольчиками. Я чуть-чуть тут подкрасила. Но ничего страшного, что она со скольчиками. Форма красивая. Фарфор белоснежный. И старое клеймо. Так, посмотрим. Тоже довольно редко кто показывает почему-то. И это клеймо «Красный фарфорист». Клеймо 60-х годов. «Красный фарфорист». Так, третий сорт должно быть. А нет, второй сорт. Это же синяя, хотя и на разы не бывает другой цвет. Второй сорт. Очень красивая сахарница. Мне нравится. Хоть и с этими, со сколами, хоть и раненой. Но ничего страшного. Я ей не пользуюсь, естественно. Так она у меня стоит для красоты. Так, вот такая сахарница. Когда-то я ее тоже показывала. Смотрите, какая сочная деколь. С такими сочными фруктами. Форма тоже интересная. Как в предыдущем видео я показывала с умского завода. Внутри там уже не отмывается. И эту сахарницу я когда-то нашла на лесной свалке, где я все время нахожу. Уже сколько раз говорила. Но это уже китайское производство. Олаф. Но это самое первое, я так поняла, 90-х годов. Не двухтысячных. Потому что они очень отличаются. Именно вот этой компанией Олаф. Этой компанией посуда. Очень хорошая, качественная. Я уже сколько раз видела. Как-то вам показывала набор чашечек. Ой, чайных пар, которые мне сестра подарила. Там белоснежный тонкий фарфор костяной. Тоже фирмы Олаф. Компания Олаф. Поэтому я уважаю эту Олаф. Это фабричный, настоящий фарфор. Так. Ох, этого производства у меня аж оказывается три сахарницы. Покрышки видно прямо это же надо. Почти одинаковые. Деколь прекраснейшая. Цветок земляники. Лесной, наверное, я так думаю. Крышка точно такая же, как у тех. Форма не очень большая. То есть размер. И это снова, я же говорю, одна серия. Только деколи разные. И снова полонная коралл. А что? Разве она некрасивая? Красивая. И тоже уже винтажная, можно сказать, считается. Чем дальше, тем старее. Так. Вот такая сахарница. Я ее думала, что она современный Китай. Но теперь сделала вывод, что это не современный Китай. Во-первых, здесь позолота. И здесь позолота. Довольно-таки немножко уже протертая. Форма очень красивая. Похоже на бонбонерку. Ну и клеймо здесь такое, что, я так поняла, что это не современный. Fine China. Обычно made in China здесь, а здесь fine China. Обычно, когда костяной фарфор, пишут tono China. Но fine – это тоже значит отличный фарфор. Переводится, если с английского. Отличный, хороший фарфор. Ну, а если дословно перевести, конечно, получается хороший Китай. Поэтому я считаю, что это не современная сахарница. Ну, если так говорить, что она выглядит очень как новое, сервантного хранения. Ну, может быть, 70-х, 80-х годов. Но никак не двухтысячных. Почти в этом уверена. Так. И вот эти две сахарницы. Я им не буду останавливаться на них. Недавно я показывала. Смотрите, какая тоже форма пузатая. Деколь прекраснейшая. Позолотый орнамент. Долго не буду, потому что... И вот такое клеймо. Южно-Уральский фарфоровый завод. Челябинской области, который находился. И еще одна сахарница. Тоже вместе я показывала. Родная крышечка. Так, деколь розы с двух сторон. И клеймо тоже редкое. Бегущий олень. И это Кузяевский фарфоровый завод. Так. Ну и все, кажется. На сегодня... На сегодня все. Одинокая крышка не подходит. Ни на одну сахарницу. Не подходит. Так. Ну ничего. Пригодится еще раз. Ну вот и все, друзья. Ой, еще же одна сахарница. Сахаром стоит на столе. Ладно, пусть когда-нибудь другой раз покажу. Хотела же выставить и забыла. Спасибо, друзья, всем за внимание. Всем приятного просмотра. Здоровья, как всегда. И всех-всех благ.